Пришло время купить себе машину. Куда сходить, где делают лучше, где делают честно? Вот так вот должно выглядеть честное предложение по кредиту. Многие интересуются вопросом, где же эти самые лакомые предложения новогодних, а начнутся огромные скидки. Друзья, всем привет! Четверг, 20 декабря, и вновь блондин отправился кататься по официальным дилерам в поисках скидок, в поисках различных разоблачений, посмотреть, кто обманывает, а кто честный. Давайте я подведу краткие итоги последнего подобного ролика. Когда я рассказывал, что мы ездили, искали Audi A4 Quattro, акционная комплектация, в итоге машину мы забрали за 2 миллиона 430 тысяч рублей. Ценник автомобиля по прайсу там вообще космический. Он начинается от 3 миллиона 600 тысяч, если я не ошибаюсь, и как бы потихоньку падает. Факт в том, что 2 миллиона 430 за наличный расчет. Далее, мы искали BMW X3 новый. У человека бюджет был 2,5 миллиона. Очень он хотел в эти деньги уложиться, но, к сожалению, минимум, что нам предлагали, ну, 2 650 с натяжкой этой серии. Прям вот приезжайте, сидите, будем договариваться, кладите деньги, тогда отдадим. А так примерно предлагали 2 миллиона 700 тысяч, что смело можно забрать, подчеркиваю, новый. Но нашли салончик, где оставался BMW X4 в предыдущем кузове, и его забрали за 2 миллиона 549 тысяч рублей, подчеркиваю, тоже за наличку. Это важно. Audi A6, как и проговаривали, 2 миллиона 800 тысяч рублей машину отдали. И BMW 320, сейчас бюджет на нее X-Drive, полный привод, 1 миллион 900 тысяч рублей у человека. Пока что ищем. То мы звонили в начале месяца, сейчас уже середина месяца, можно сказать, скоро уже даже будет конец, поэтому я надеюсь, что мы в миллион 900 вложимся. Я прекрасно понимаю, что покупать автомобиль за 2-3 миллиона может далеко не каждый, поэтому я вам предлагаю, напишите в комментарии топ-5 автомобилей до 1 миллиона рублей, на которые вы хотели бы узнать скидки, хотели бы узнать, какие подводные камни могут быть, если вдруг ты захочешь купить этот автомобиль в кредит. А я возьму этот списочек и прокачусь рандомно по официальным дилерам и пообщаюсь с ними, а для вас подготовлю интересный сюжет. Купить автомобиль сегодня это не дешево, так плюс к этому не забывайте о том, что его нужно содержать. Именно поэтому прямо сейчас я хочу вам порекомендовать сервис по аренде автомобилей от Дели Мобиль. Взять автомобиль в аренду можно хоть от 5 минут, и это действительно выгодно по сравнению с использованием личного транспорта. Это гораздо комфортнее по сравнению с использованием общественного транспорта. Это выгоднее обычной аренды, и это выгоднее, чем кататься на такси. Потому что вам не приходится беспокоиться о том, что ваш автомобиль могут угнать. Вам не приходится беспокоиться о том, что во дворе кто-то вас может притереть, что машину нужно мыть, что машину нужно заправлять. Нет, друзья, вам этого делать не нужно. Вы даже можете оставлять автомобиль на платных парковках в городе, но при этом вам за это платить не нужно. Все, что вам нужно, это придерживаться правил компании, и самое главное, соблюдать правила дорожного движения. Вы просто скачиваете мобильное приложение, заходите в него, регистрируетесь, переходите в карты и находите ближайший к вам автомобиль, бронируете его, и после этого отправляетесь куда вам угодно по вашим делам. И специально для вас у меня есть промокод на подарочные 300 рублей, который ждет вас в описании. Все, что вам нужно, это скачать приложение по ссылкам в описании, или же по вот этим QR-кодам. Все элементарно. Один для iOS, другой для Android. Регистрируйтесь, вводите промокод, и уже на ближайших новогодних праздниках вы можете бесплатно покататься. Делимобиль, аренда автомобилей ждет вас в описании. А сегодня мы с вами отправимся в автосалон Mitsubishi, за таким автомобилем, как Mitsubishi Pajero Sport. Топовая версия, 2.4 дизель, прайсовая цена такого автомобиля чуть больше 3 миллионов рублей. И послушайте, какое предложение менеджер дает по телефону. В целях повышения качества обслуживания все разговоры записываются. У меня тоже. Да, есть у вас такая машина Mitsubishi Pajero Sport. Темно-синий цвет, либо серый. Комплектация максимальная 2.4 дизель. Темно-синий или серый. Да. Есть и тот, и тот вариант. Прайсовая стоимость 3 миллиона 18. Дальше все, условия сделки зависит. У вас покупка наличной, кредитование, трейд-ин на каких условиях? Ну, трейд-ин будет и кредит будет, но кредит без страхования жизни и подобного. Просто чисто про процент. Без страхования. Конечно. Без страхования и подобного. Значит, смотрите, 3.0.18. С учетом трейд-ина и кредита, ценник автомобиля 2 миллиона 400 тысяч рублей. То есть скидка чуть больше, чем 600 тысяч рублей. И изначально человек сам приезжал в автосалон другого дилера. Ему также сказали 2 миллиона 400 тысяч. Он сделал предварительный расчет по кредиту, а в кредите оказалось, что 350 тысяч страховка жизни. И страховка жизни шла от ВТБ-24. А ВТБ-24, я вам сразу говорю, это не возвратная страховка. Кто бы что ни говорил, поверьте на слово, опыт есть. То есть вернуть деньги в первые 14 дней там фигу. Просто фигу. Никто вам ничего там не вернет. Пообщавшись с менеджером, как вы видите, я ему сказал ясно, что не хотим мы никаких страхований. Просто процент сухой. Да, конечно, без проблем. Приезжайте, ценник будет действительно. Вот давайте отправимся и посмотрим, что будет вживую. Тем временем мы находимся возле официального дилера Kia. Парни, это тот самый дилер, куда я случайно заходил для эксперимента и попросил сделать расчет на 2 автомобиля в кредит. Когда менеджер молча вкинул 100 и примерно 200 тысяч рублей страхования жизни. И вот вы многие спрашиваете, а посоветуют дилеру, куда сходить, где делают лучше, где делают честно. Нет таких дилеров. Всегда все по-разному. Вот обратите внимание, сегодня мы приехали сюда оформлять Kia Sportage, передний привод. За наличный расчет. Нам сделали скидку 20 тысяч рублей. Нам дали подарки в виде доп. оборудования, там коврики положили в салон. Нам дали 3 ТО в подарок. Все по-честному. Мы приехали, все посмотрели, все оставили предоплату 20 тысяч рублей. Люди сами привозят авто, люди сами выкупают ПТС. То есть на сегодняшний день в этой ситуации дилер оказался молодцом, скажем так, выполнил свои обязательства честно. Поэтому имейте в виду, что все всегда сугубо индивидуально. Не забывайте о том, что в одном месте вас могут обмануть, а в следующий месяц вашего друга могут сделать честно. И я уверен, напишут 20 тысяч ковры. Это же так мало, парни. Когда за наличку, это по-честному. На Sportage, вот средней комплектации ценник, там маржа примерно 50, ну 60 тысяч, наверное, в лучшем случае. Соответственно, транспортировка, приехали, сделали скидку прямую, ковры какие-то ТОшки подарили. Но все равно, то есть дилер же, он тоже не дурак. Это же не благотворительная организация. Они бабок хотят зарабатывать, а не просто так себе отдавать. Другие вообще говорили, 20 тысяч даже ковры не хотели давать. Поэтому если вдруг кто-то из вас находил такую же машину дешевле, с большей скидкой, класс, молодцы. Я вас поздравляю. И пока мы перемещаемся, друзья, часто звонят люди, консультируются, спрашивают. Многие вот хотят в кредит купить. Ну а что говорить, время такое сейчас. Вот жопа самая натуральная в стране. В 2019 году она будет только больше и больше. Цены и так растут. И на бензин, на топливо, на квартплату. В общем, на все перечислять бесконечно. И в большинстве случаев я начал людей вообще сейчас отговаривать покупки автомобиля в кредит. Ну вот смотрите, простая ситуация. Имен не называю, просто модулирую ситуацию из реальной. Человек 10 лет выплачивал ипотеку. Закрыл все, имеет жилье. Звонит, говорит, ну что, пришло время купить себе машину. Присмотрел он себе автомобиль, цена которого 1 миллион 800 тысяч рублей. Первоначальный взнос у него 300 тысяч рублей. То есть полтора миллиона он хочет взять в кредит на 5 лет на машину. Я ему объясняю, ну а нахрена тебе такие вообще условия-то нужны? Смотри, полтора миллиона ты возьмешь. Это большая сумма для автокредита. Это означает то, что будут впаривать себе возможные страховки жизни. Будут впаривать вот эти все каско там более дорогие. В общем, действительно нужно будет отбиваться. Это сложно. Ну да бог с ним. Резину купить надо? Надо. Каско ты делаешь дополнительно, да, от этих полтора миллиона рублей. Ну учет поставить. ОСАГО сделать. Мойки начнут с автомобиля. За парковку где-то начнешь платить. Ну понимаешь, за все надо считать. В первый год это можно плюсануть, ну смело, 1200-300 тысяч рублей. Вот если все посчитать. Человек подумал, говорит, слушай, да, я что-то даже не задумывался об этом. Ну на самом деле. Я говорю, посмотрите, вот, либо на вторичку, либо еще что-то. Вот тем более 10 лет пешком ходил, а сейчас как бы машину по 2 миллиона рублей. Поэтому я всех призываю. Вы когда покупаете автомобили, друзья, кредит, это вот реально говорят, это вот как описывался. Сначала тепло, потом неприятно и вообще гадкое состояние. Берите ношу по себе, не торопитесь. Не нужны вам вот эти дорогие машины. Возьмите что попроще, на что вам действительно хватает. Возьмите кредит как можно меньше. Постарайтесь его закрыть в первый год. Таким образом вы действительно сможете сходить по процентам. Но вот вляпываться насильно, умышленно в эту кабалу банковскую, вы плачете. Тем более непонятно, что будет в следующем году. Я вам просто-напросто не советую. Хорошая русская поговорка. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Она действительно работает. Тем временем мы перемещаемся вновь на знакомое место. Это Автомир. Здесь находится салон Мазда, куда я ходил, как вы говорите, качал права. И рядом находится Автомир Митсубиши. Вот туда мы сейчас с вами пойдем и пообщаемся. Сегодня я записываю на GoPro. В любом случае я ее сейчас снимаю, кладу в карман и беру с собой на всякий пожарный. Задача у нас простая. Сейчас нужно до них дойти, познакомиться с менеджером, пообщаться и посмотреть, что он предложит вживую. Это самое главное. Если все условия, как по телефону, так и вживую будут соблюдены, будем пробовать подавать заявку на кредит. Вот так вот эта ласточка выглядит. Паджеро. Как раз примерно та самая топовая версия. Максимальная комплектация. 3 миллиона 18 тысяч рублей стоит такая машина по прайсу. Со скидкой примерно 2,4 тысяча я могу забрать. Это с учетом трейдина и с учетом кредита. На самом деле спорная машина. Одним нравится. По сути машина для охотников, для рыболовов, для тех, кто любит выехать за город, куда-то на сложно проходимую местность. Потому что для города, ну не знаю, мое личное мнение, что так себе пора для города. А вот так вот для активной жизни, особенно когда что-то вводишь, машину как раз-таки берут. У меня у друга есть такая машина, точнее у его тестя. Вот он охотник, там собаки, ружья передвигаются по грязи, машиной довольны. Посадка в тачке, конечно, сзади очень высокая. Вот ты садишься, да, я уже почти до крыши достаю. Вот здесь несколько конем, то есть 100% влуплюсь. А если посередине себя здесь пожёстче, так и вовсе. То есть вот это странно, очень странно. Возможно, можно это допустить, диванчик, но не суть. Факт в том, что вот такой автомобиль, сейчас на него скидка притрадена аж 400 тысяч рублей. То есть 2 400, полный привод, в принципе, не бедная комплектация, свеженькая машинка. Напишите ваше мнение в комментариях, что бы вы взяли в альтернативу ему за этот бюджет в 2 миллиона 400 тысяч рублей. В общем, вышел я уже от дилера, и я, честно говоря, пока что приятно удивлён. Даже складывается впечатление, словно в сговоре я с дилером вроде бы кому-то денег дали, потому что пока что новости положительные. Вот, друзья, смотрите, вот так вот должно выглядеть честное предложение по кредиту. Значит, кредитный банк у нас Mitsubishi, вот, смотрите, 3 миллиона 18 тысяч рублей, это цена автомобиля. Дополнительное оборудование 0, 0, везде 0. Первоначальный взнос с учётом трейд-дина у нас будет 1 миллион 18 тысяч рублей. 36 месяцев, ставка 12,9. Сразу скажу, что при условии того, что нет ни страхования жизни, ни габа, вообще ничего, это достойный процент на сегодняшний день под такую сумму. Итоговая стоимость автомобиля 2 миллиона 418 тысяч рублей, никак она не изменена, что по телефону, что вживую. Сумма кредита, это важно, 1 миллион 400 тысяч рублей. Как правило, менеджеры бывают кредитные, умалчивают, и сумма меняет, становится 1 миллион там 600, 800. Человек, когда сам зашёл, ему насчитали 1 миллион 750, то есть 350 тысяч сверху вкинули. Платёж ежемесячный получится примерно 48 тысяч рублей, это на 3 года. И вот вам, по сути, то же самое, только на 5 лет. Здесь меняется процентная ставка 14,9, сумма ежемесячная падает 33 рубля 613, но переплата будет больше значительно. Всё это вы можете самостоятельно посчитать. Я вам ссылку оставляю в описании, это кредитный калькулятор, честный, никакой рекламы нету, просто он по-честному считает. То есть вы туда забиваете сумму, которую вы берёте в кредит, вы забиваете туда срок, там 3 года, 5 лет, неважно, и процент ставите. И он вам рассчитывает, прям у вас ежемесячный платёж, и плюс также вам рассчитывает сумму по переплате. Но даже тут могут быть подводные камни. Смотрите, человек заезжал к одному из официальных дилеров, ему автомобиль оценили по трейдину примерно 800 тысяч рублей. Я зашёл, здесь уже вилку дают примерно 825-950 тысяч рублей в зависимости от состояния. Я думаю, ну 850-870 они её заберут, и это хорошо, уже 50 тысяч экономишь. Опять-таки, человек заходит, ему каска рассчитывает, 150 тысяч рублей. Здесь мы каску рассчитали, 87 тысяч рублей. То есть плюсы есть. Но чтобы вы понимали, всё может пойти не так гладко, как на данный момент. Что может произойти? Во-первых, банк может сказать, мы одобрим вам кредит, но на других условиях, и заставит нас взять, например, страхование жизни тысяч на 100, либо сделать ещё какие-то дополнительные услуги, типа ГАПа. Также на сделку мы можем приехать, и в самый последний момент такое уже было, и такое бывает. Ты садишься, надеясь, что ты будешь подписываться под 12,9%, а тебе говорят, не, нифига, 16%, например, на те же самые 3 года. И ты, а что, а программа выдала, и уже изменить ничего нельзя, а ты вроде бы сидишь, уже всё прошло, но знаешь, соблазн остаётся, хочется подписаться, забрать. Поэтому все те, кто пользуется Инстаграмом, пожалуйста, подписывайтесь на Инстаграм нашего канала, там я, как правило, выкладываю все свежие новости. Если вдруг что-то пойдёт не так, вы узнаете об этом первыми. Мой автовлог по поиску новых автомобилей со скидками продолжается. Мы прямо сейчас с вами отправляемся к одному из дилеров BMW. Время идёт, прошло уже две недели с момента последнего их посещения. На трёшечку должны цены упасть, на пятёрочку уже по телефону сделали плюс-минус интересное предложение. На X4 новый тоже плюс-минус интересное предложение. В общем, поехали, посмотрим, сейчас соберу все предложения и озвучу для вас цены. Произошло перемещение во времени, и блондин уже приехал на следующую точку BMW. Забирал, забирал я у них здесь парочку машин. Пойдёмте посмотрим, что будет в 20-го числах декабря у нас. Встреча прошла успешно, друзья. Я, честно говоря, очень приятно удивлён. Ну, смотрите, до этого, до этой встречи, всё, что я катался на BMW 520 дизель, полный привод в М-пакете, минимум, что я находил за наличный расчёт, ну, 3 миллиона 150, 3 миллиона 200 тысяч рублей. Здесь же предложили забрать машину за 2 миллиона 999 тысяч рублей. Машина условно в наличии, она на складе. Ну, они выкупают, ПТС всё привозят, за свой счёт не нужно полностью тачку оплачивать. Это важно. Но человек хотел X4 новый, X4 двухлитровый дизельный в М-пакете. Ему предложили за 3 миллиона 370 тысяч рублей, плюс в подарок немного допоборудования, типа сетка, тонировка. И это тоже очень круто на самом деле, потому что машина свежая, она по прайсу выходит примерно 3 миллиона 820 тысяч. Короче, практически 500 тысяч рублей скидку сделали за наличный расчёт. Это круто. Понятное дело, что если сдавать в трейд-ин машину, если покупать допоборудование, если брать кредит, то там можно и ниже эту машину выбрать на договоре. Но что будет на деле, во сколько там машину оценят? Ну, сами всё понимаете, там скинут, тут накинут, это шарик-лошарик. А вот за наличку это самая выгодная сделка, это вся самая честная сделка. Я убеждён, если кто-то не согласен, пишите ваше мнение в комментариях. Всех, кого интересует, например, 320-я, полный привод X-Drive M-пакет. Смотрите, важно, сейчас комплектации пошли более богатые. Они идут на искусственной коже, плюс там идёт камера заднего вида. Это, скажем так, основные изменения. Поэтому сейчас найти автомобиль за ниже 2 миллиона, ну, очень тяжело. Один акционер, даже, скажем так, акционерка нашего канала звонила, рассказывала, что ей за наличку предложили её за 1 миллион 980 тысяч рублей, официальный дилер. Это очень крутая цена при условии того, что этот цвет ещё был синее шторил. Кто смотрит BMW, понимает, что это очень ходовой у них цвет. Вот, X-3, ну, чуть ниже 3 миллионов можешь забрать в хорошие комплектации, там, 2700. X-4, если найти уходящий, который уже, точнее, предыдущий, там, ну, 2600, я думаю, прям под конец года 2500 его можно будет забрать. Ну, а впереди у нас идёт новогодняя суета, 20-е числа. Многие интересуются вопросом, где же эти самые лакомые предложения новогодних, а начнутся огромные скидки, парни, я вас пишу и обрадовать, и расстроить. Уже вот сейчас можно покупать, ждать следующего года, января, потому что там будет что-то более выгодное, не стоит. Как вот есть сейчас, допустим, на Mitsubishi, да, большие скидки, они есть там. Сейчас, пока машины не распродадут. На Мазду, если и скидок нет, то и в январе они не появятся. Машин мало, спрос большой. То же самое и с Toyota происходит. Поэтому всё здесь сугубо индивидуально, катайтесь по салонам, смотрите, взвешивайте, потому что все автомобили разные, все производители разные. Где-то маржа больше, где-то меньше. Так, к примеру, на Kia Optima сейчас купить её там со скидкой в 20-30 тысяч новую, ну, вообще, в принципе, нереально за наличный расчёт. А когда вам начинают рассказывать о том, что мы вам сделаем крутое предложение, 100-150 тысяч рублей при условии трейдин и при условии кредита, вот здесь вот вам нужно быть прям максимально на чеку. Потому что зачастую, как делают кредитные специалисты, вот вы хотите взять примерно миллион рублей, вам говорят 16%, если вы отказываетесь от всех услуг страхования и показывает вам сумму переплат. А если вы берёте страхование жизни, тогда процентная ставка будет 10,9, и берут вам, например, эти 150 тысяч рублей, включают в тело кредита, делают расчёт, и таким образом как бы платёж получается либо такой же, либо чуть больше, но переплата меньше. И вам говорят, ну вот, смотрите, ставка ниже, переплата ниже. А то, что нужно к этой переплате ещё 120 тысяч плюсовать, вы понимаете, да, о чём я? Об этом забывают и знают далеко не каждый. И многие люди до сих пор надеются о том, что есть тот самый дилер, есть тот самый салон, куда можно приехать, где будет новая машина на честных условиях, прям с большой скидкой. Такого не бывает. Все организации коммерческие, в первую очередь они все хотят заработать. Поэтому подписывайтесь обязательно на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, пишите ваши комментарии, рассказывайте ваши истории. Я всегда на связи, если вдруг что, все контакты со мной в описании. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.